Вы сказали про лихолетие, а кто нам лихолетие-то устроил? Я! Подождите, но вы молодцы! Тому человеку, кто устроил лихолетие, вы на юбилей вручили высшую награду Российской Федерации сегодняшней. А ведь вы правильно говорите, мы обсуждаем этот вопрос. Наиважнейший, мы решение принимаем по индексации пенсии работающим пенсионерам-опекунам. Ну а что делать тем остальным, там, скольки там, 8-9 миллионам человек, которые сегодня работают и которые сегодня недополучают пенсию? Законопроект, он касается поддержки опекунов и приемных родителей для детей. Тех из них, кто является пенсионерами, их касается данный законопроект. Вы знаете, что с 2016 года у нас приостановлена индексация пенсии работающим пенсионерам. К работающим пенсионерам, согласно законодательству, отнесены все граждане, которые получают на регулярной основе то или иное вознаграждение. На регулярной основе вознаграждение получают и приемные родители и опекуны. Речь идет не о тех деньгах, которые идут на содержание детей или на социальную поддержку семей, а именно то, что называется условно-опекунской зарплатой или зарплатой приемных родителей. Ситуация в высшей степени нелогичная. С одной стороны, государство хочет поощрить этих людей за очень ответственное, очень важное, положительное поведение. То, что они избрали путь и стали опекунами и приемными родителями. Но, с другой стороны, мы уменьшаем им практически на такую же сумму размер пенсии. Предлагается исключить данную категорию из числа застрахованных лиц. Они не будут считаться застрахованными в пенсионном фонде. Данная выплата перестает считаться зарплатом или доходом, подлежащим пенсионному страхованию. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что в данном случае речь идет только о пенсионерах, а тех, чьи пенсионные права уже сформированы, кто начал получать пенсию. Те приемные родители, которые не достигли пенсионного возраста, для них все сохраняется в прежнем виде. За них будут уплачиваться взносы в пенсионный фонд, и их пенсионные права будут формироваться. Правительство дало положительное заключение на наш законопроект. Прошу вас, коллеги, и вас его поддержать. Да, у меня к правительству вопрос. Вот будет 34-м наш закон, где касается двух тысяч человек и 60 миллионов. Но у нас почему-то как бы правительство не поддерживает, хотя это восстановление конституционных прав граждан, которые в лихолетии между переворотами выполняли важнейшую функцию, чтобы не разрасталась гражданская война. Здесь же, в принципе, ссылка идет на межбюджетный транспорт, и правительство поддерживает. Мы не против поправки, но подход правительства какой-то странный. Спасибо. Кому вопрос? Александр Юрьевич, вы готовы ответить на вопрос? Но, Николай Васильевич, а вы себе не собираетесь его адресовать, когда вы сказали про лихолетие? А кто нам лихолетие-то устроил? Я. Ну, подождите, но вы молодцы. Сегодня, когда ваш коллега Новиков сказал о судье, который отрекся от Советского Союза, вы сейчас говорите, ну не я же. Вы же представляете, один из руководителей партии КПРФ, которая является правоприемницей КПСС, вы об этом говорили. А лихолетие кто устроил? Кто устроил? Лиходите. Пожалуйста, Коломейцеву. Потому что у нас нет того, к кому вы обращаетесь, получается. Коломейцеву, включите микрофон. Спасибо. К сожалению, тому человеку, кто устроил лихолетие, вы на юбилей вручили высшую награду Российской Федерации сегодняшней. Вы загадками говорите. Подождите. Вы громко тогда скажите, кто это? Включите микрофон. Кто вы? Президент Российской Федерации вручил высшую награду нынешней Российской Федерации орден Андрея Первозванного Горбачёву Михаилу Сергеевичу 80 лет. Это не я. Послушайте. Вы возьмите сначала, ну как, подождите. Вы отвечаете в той части, которая вам приятна. А ответьте Исаеву. Это же генеральный секретарь ЦК КПСС. И кто его сделал главой государства? Ну, какая партия его двинула на эту должность? Кто не мы? А, коллеги. Поэтому не надо про лихолетие. Надо так и сказать, что были ошибки и серьёзные ошибки. А кто должен ответить тогда за Горбачёва? Александр Юрьевич? Посмотрите на него. Ну. Об этом речь. Или Нилов? А он при чём? Ну, а кому тогда вы задали этот вопрос? Александр Юрьевич, вы можете этот вопрос прокомментировать по поводу Михаила Сергеевича? И готов. Времени. Подождите. Правительство поддержало данную инициативу. Пожалуйста, Исаев хочет уже ответить. Вы его убедили. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, ну, я не думал, что обсуждение нашего вполне конкретного закона уйдёт так далеко в исторические дебри, к оценкам исторических деятелей. Но я хотел бы сказать, уважаемый Николай Васильевич, не отчаивайтесь. Мы вели переговоры с правительством по этому законопроекту в течение года. И добились положительного заключения. Я призываю вас также кропотливо работать с правительством, потому что когда законопроект просто внесён, но не обговорены условия его реализации, пути не найдены, то, конечно, он стоит на отклонении. А вот если поработать чуть подольше, то можно добиться того, что законопроект будет поддержан. Не отчаивайтесь, Николай Васильевич. Не сразу берите зимние, а то привыкли сразу зимние брать. А вот здесь поподробнее. Хорошо. Уважаемые коллеги, спор, конечно, зашёл очень далеко. Я имею в виду на этапе, когда мы задавали вопросы. И всё-таки факты. В 2016 году в этом зале было принято решение о прекращении индексации пенсии работающим пенсионерам. Выргало ли от этого государство? Ну вот независимые аналитики говорят, что огромное число работающих пенсионеров в прошлое ушло в тень. И пенсионный фонд, и бюджет в итоге потеряли гораздо больше, чем приобрели за счёт вот этой самой экономии. Теперь по справедливости. Справедливо ли, что люди, которые продолжают работать и которые своим трудом на протяжении многих лет заслужили пенсию, сегодня лишены индексации в сравнении с теми, кто не работает? Ну вот Андрей Константинович сказал, что у них есть другой источник дохода. Но это ведь не какой-то там доход, который поступает откуда-то, независимо от них. Это они сами приняли решение идти работать дальше. Они сами дальше трудятся, они дальше подвергают, скажем так, дополнительному насилию и свой организм, и своё здоровье. И им говорят, нет, уважаемые, индексации вам не будет. Сегодня мы вычленяем одну маленькую группу, 29 тысяч человек. Важный шаг, я согласен, маленький, но важный шаг. Но что делать с остальными, действительно, 8 или 9 миллионами человек, которые остаются сегодня? И очень близкие категории, про которые уже в этом зале сегодня тоже говорили, руководители общественных организаций, тех же инвалидов. У него действительно там какая-то формальная выплата, полторы тысячи, но это доход, всё, индексации не будет. Старшие по домам огромная группа, люди пенсионного возраста, им там собирают по рублю с квадратного метра, начисление получается тысячи рублей в месяц, всё, считаются работающими, никакой индексации нет. Работники, или точнее там бухгалтера, председатели гаражно-строительных кооперативов, садовых наших, обществ многочисленные. То же самое, абсолютно такая минимальная зарплата, 2 тысячи, 3 тысячи, поступаемые от членских взносов, и они тоже вычеркиваются из этой же группы. Можно, конечно, двигаться постепенно, можно понемножечку передвигаться, но 380 миллиардов рублей, это та сумма, которая необходима сегодня для индексации всем работающим пенсионерам, в бюджете уже есть. И те двойные стандарты, о которых говорил Николай Васильевич, они тоже присутствуют. Почему? Один законопроект, на который вносит оппозиционная партия, не находит поддержки у правительства, а на другой законопроект, который вносит правящая партия, соответственно, поддержка есть. И хотелось бы тоже обратиться к Андрею Константиновичу, первое, чтобы он поделился опытом взаимодействия с правительством, как это выглядит, а второе, чтобы у нас не сложилось впечатление, что фракция «Единой России», хорошие единороссы, в течение года убеждали руководителя «Единой России» Медведева в правительстве, видимо, плохого единоросса в необходимости принятия данного законопроекта, не убедили. Вот пришел новый, его убедили, сейчас мы принимаем соответствующий законопроект. Вот чтобы этого впечатления не сложилось, подход должен быть одинаков ко всем фракциям, ко всем законопроектам, которые мы вносим. Есть условия, есть необходимость в данном случае дачи заключения правительства, значит, оно должно быть абсолютно одинаковыми критериями обусловлено. Не кого-то там любим, не кто-то имеет особый подход, не кто-то там с другой стороны зашел не через ту дверь, а четко, понятно. Почему я пошел от фракции? Почему? Одним. Можно? От фракции. Дальше, то, что касается тех изменений, которые предлагаются унесению Конституции, как некое там такое достижение. Напомню, там речь идет о регулярной индексации пенсии и иных социальных пособий в соответствии с федеральным законом. Там ничего не написано про то, сколько раз это будет проходить индексация, раз в год, два раза в год, на какой, скажем так, размер будет проходить эта индексация. Поэтому соответствующие предложения фракция КПРФ внесла в рамках поправок эту самую Конституцию. Речь идет о ежегодной, минимально раз в год должна производиться индексация, и не меньше, чем на уровень роста потребительских цен. И социальных пособий, и всех пенсий, чтобы не было никакого двойного толкования. И то воодушевление, и та радость, которая возникла в этом зале, я напомню, когда госпожа Хабриева представляла законопроект и сказала, что вот внесение в Конституцию подобного рода формулировки, оно автоматически за собой влечет индексацию пенсии работающим пенсионерам, я подошел специально в то время в ту ложу и задал прямой вопрос. Он сказал, нет, вы нас неправильно поняли в соответствии с действующим законодательством. С действующим законодательством индексация пенсии работающим пенсионерам не предусмотрена. Соответственно, от внесения этой поправки в Конституцию, от прямого закрепления в основном законе нашей страны ничего не изменится. Все опять будет в соответствии с федеральным законом. Мы поддержим данный законопроект, но считаем, еще раз говорю, что это самый первый шаг и необходим в максимально короткие сроки, учитывая, что средства сегодня у страны есть, учитывая, что эти средства дополнительно поступают в фонд национального благосостояния, провести индексацию пенсии и закрепить индексацию пенсии обязательно всем работающим пенсионерам. Спасибо. Спасибо, Алексей Владимирович. Вы правильно сказали, что необходимо системно поступать и исходить из того, что если есть инициатива, ее правильно рассмотреть. Но для чистоты отношений у нас с вами ситуация, связанная с рассмотрением данного законопроекта и с этой законодательной инициативой, иная. Здесь речь идет не о том, что одну инициативу правительство не поддержало, а другую поддержало, а речь идет о том, что президент давал поручения правительству, правительство заволокитило выполнение поручений президента. Вот все то, что мы с вами рассматриваем, это президент поручил. Наша задача была, правительство и парламенты, которые осуществляют, в том числе, контроль за реализацией и поручений, и законов, было правильно вмешаться в нее и сделать так, чтобы поручение президента было выполнено. Да, конечно, Андрей Константинович Исаев, он, кстати, в части этой инициативы, мне рассказывал, не нашел поддержку и у некоторых своих коллег по фракции, которые выступали на комитете против этой инициативы. Понимаете, это все было. Так же, как у нас правительство, когда президент предложил обеспечить горячим бесплатным питанием детей, не согласилось с этим и до последнего возражало, потому что там затраты огромные, действительно есть риски, средства будут или нет, но президент пошел на это решение. В данном случае Андрей Константинович, Сергей Иванович вели эти переговоры, а так как поручение было с стороны президента, Неверов Сергеев Иванович обсудил этот вопрос с президентом, президент поддержал, и вот этот диалог сегодня завершился тем, что мы с вами рассматриваем в первом чтении законодательную инициативу, которую правительство поддерживает. В этом и смысл нашей работы законодателей. Конечно, можно бумагу отправить и сказать, а меня не поддерживают, но у меня идея такая вот была хорошая. Работать надо, коллеги. Вот посмотрите, утром мы рассматривали с вами законопроект о бесплатном горячем питании, а у нас в зале не все были, а где они были, чем занимались, для чего нас люди направили работать в парламент. Вот эти вопросы рассматривать, а чем мы занимаемся, куда ходим, зарплату-то получаем здесь, и никто от нее не отказался. Коллеги, об этом речь идет. А что касается политических решений, послушайте, это можно всегда найти какую-то отговорку. Всегда можно найти. И это было, когда вот говорят, раньше было лучше. Воздух был чище, вода слаще. А выборы были самыми открытыми и честными. Послушайте, о чем мы говорим. У нас первые альтернативные выборы были назначены в 1990 году, которые и дали возможность многим людям реализоваться. А до этого такой возможности не было. Более того, кто только голову поднимал, сразу оказывалось понятно где. Поэтому не нужно об этом говорить. Дорогу осилит идущий. А сейчас слово предоставляется человеку, который верил в это, поддержал на комитете данную законодательную инициативу. Именно его голос был решающий. Да, Андрей Константинович? Вот. Тарасенко Михаил Васильевич, пожалуйста, Единая Россия. Вот может быть после сегодняшнего разговора прогульщиков будет меньше. Мы же с вами не пошли на биометрическую регистрацию. Не пошли. Вот Курины все время здесь. Все время вопросы задают самые неудобные. Он здесь. Иванов здесь. Всегда здесь. Коломийцев, которые все время спорят, тоже здесь. А некоторых нет. Геннадий Андреевич работает круглосуточно вместе с Жириновским, Неверовым, Мироновым. А остальные где? Речь о руководстве фракции это не идет. На их плечах выработка решений. Мельников здесь. Жуков практически все время здесь. Вы знаете ведь, что сегодня произошло? Выступал Новиков, а приписали Жукову. Вот он сейчас, видите, никогда телефоном не пользовался во время работы, только делает, что опровергает, что не он это говорил. Жукову контроль. И изучение вопроса был поручен. А ему приписали слова Новикова. Вот так же кто-то невнимательно там брал и здесь вот на трибуне стороны журналистов. А сейчас их нет. Нет драки, нет журналистов. Нет хайпа, нет журналистов. А ведь вы правильно говорите. Мы обсуждаем этот вопрос. Наиважнейший. Мы решение принимаем по индексации пенсии работающим пенсионерам-опекунам. Вышел на эту трибуну только для того, чтобы сказать вам, что, Андрей Константинович, надеюсь, ваши слова, скажем так, будут продолжены вашими делами. И все-таки вы доведете до конца то, что сейчас сказали. Что индексацию пенсии мы будем производить всем пенсионерам, и работающим, и не работающим. И не по одной какой-то конкретной части, как сейчас это делается. А для всех нужно сделать. Естественно, мы этот закон поддержим, безусловно. Что 29 600 человек, конечно же, по результатам этого закона, будут получать пенсию в полном объеме. Ну а что делать тем остальным, там, скольки там, 8-9 миллионам человек, которые сегодня работают, и которые сегодня недополучают пенсию, только из-за того, что они не стоят с протянутой рукой и не просят помощи у государства, а пытаются свои проблемы решить самостоятельно, и при этом помогают государству. Платят еще и налоги, платят взносы в пенсионный фонд. Почему мы этих людей-то обделяем? Давайте доведем это до конца. Уж дошло до того, что мы сейчас в Конституцию поправки вносим, для того, чтобы решить проблему индексации пенсии и для работающих, и для неработающих пенсионеров. Коллеги, ну, коль я услышал эти слова, конечно же, мы вас в этом пути поддержим. Ну, давайте все-таки до конца дойдем здесь. И не такие большие деньги потребуются для того, чтобы устранить ту несправедливость. Мало того, хочу сказать, напомнить хочу, что недоплачивая пенсию работающим пенсионерам, государство ничего не выигрывает, потому что оно толкает людей в тень. Тем самым недополучает уплаченные налоги, которые бы они уплатили, работая легально. И потери эти гораздо больше, чем то, что сэкономило государство, недоплатив пенсию. Никакого экономического смысла в этом нет. Поэтому, коллеги, давайте в этом направлении двигаться. Ну, а хоть маленький шажок, но все-таки он в правильном направлении. Спасибо. Спасибо, Валерий Кавлович. Вот, видите, что значит человек от земли. Пожалуйста, Вострецов Сергей Алексеевич. Правильно, шаг в правильном направлении. Отметил. Уважаемый Вячеслав Фикторович, уважаемые коллеги, ну, во-первых, хочу сказать, что очень хорошая практика, что когда правительство не успевает оперативно выполнять поручения президента, Государственная Дума берет инициативу на себя. Думаю, что и в других вопросах мы тоже будем более активны и оперативны. Я хочу напомнить, коллеги, что меры, принятые президентом, правительством, Государственной Думой, значительно улучшили ситуацию с детьми, которые находились в детских домах. Действительно, их количество значительно снизилось. Но, тем не менее, на сегодняшний день еще порядка 50 тысяч ребятишек находятся в этих детских домах. И вот этот законопроект очень важный и нужный. Спасибо, Вячеслав Викторович, Сергей Иванович, Андрей Константинович. Он действительно ни о какой работе речи не идет. Вот в Ленинградской области муж застрелил жену из ревности. Осталось четверо ребятишек. Бабушка волей-неволей стала опекуном. Она что, работу искала? Не искала работу. То есть она, вольно или невольно, получается, лишена компенсации за пенсию. Или взять другой вопрос. Помните, в Питере в аэропорту мужчина двух ребятишек? Тоже бабушка из Комсомольской на Амуре забрала этих двух ребятишек. И спасибо им, и большой поклон. Но давайте, коллеги, все равно, я надеюсь, что этот законопроект только начало пути, потому что сегодня содержать ребенка в детском доме обходится от миллиона до двух миллионов в месяц в зависимости от региона. То есть цифры сопоставимые, то есть около ста тысяч. А мы говорим о выплатах опекунам. И Андрей Константинович сегодня назвал эти цифры. То есть во многих регионах это четыре тысячи рублей, они даже до прожиточного минимума не доходят. И мы с депутатом Волковым тоже закон внесли, чтобы детям, которые принимают из детдома, тоже выплаты делали. Они тоже не доходят до прожиточного минимума в регионе на ребенка. И получается, что даже если две цифры этих сложить, то во многих регионах этот прожиточный минимум не выйдет. А получается в детском доме мы переплачиваем в 10 раз. То есть мы можем сэкономить с вами, вот если 50 этих тысяч родственники заберут, а почему не забирают? Но потому что сегодня бабушка, дедушка или просто тетя, дядя, у которых трое-четверо своих детей, они не могут этих ребятишек взять, потому что у них денег на содержание их нет. Поэтому надо подумать, хотя бы к мроту приравнять, вот чтобы в совокупности эти выплаты были. И тогда это будет очень большой-большой посыл. И мы 5 миллиардов рублей сэкономим, если мы этих 50 ребятишек заберем в семью, ну то есть дома эти закроем и будем выплачивать. Поэтому вам большое спасибо за данный законопроект. Но давайте мы еще поработаем в этом направлении, потому что вопросов очень-очень много еще остается. Спасибо. Правительство. Александр Юрьевич, правительство поддерживает? Ну поручение-то правительству было. Кстати, вот здесь хорошо, что Владимир Иванович Кашин пришел. Коллеги, а вы знаете о решениях, которые принял президент по итогам госсовета? Президентам принято решение правительству поручить рассмотреть вопрос доведения финансирования программы комплексного развития сельских территорий до объемов, предусмотренных по паспорту. Программа. Это какая сумма, как вы думаете? Восемьдесят миллиардов. Восемьдесят миллиардов. Нет, дополнительно. Восемьдесят миллиардов. У нас сегодня она финансируется в объеме тридцати семей. Нам надо подключаться к этому вопросу. И участвовать в реализации поручений президента. Потому что это напрямую касается наших граждан. Потому что начинаешь задавать вопрос, а в этой программе, посмотрите, решается проблема жилья. Мы говорим про ипотеку, а ипотека в рамках этой программы под три процента. Коллеги, об этом речь идет. Поэтому здесь есть всегда место самореализации, независимо от политических фракций. Пожалуйста, Александр Юрьевич. Уважаемый Вячеславович, уважаемые коллеги правительства Российской Федерации, в заключении от 5 февраля 2020 года поддержало проект данного закона, указав в частности следующее. С учетом того обстоятельства, что упомянутые лица, речь идет о получателях страховых пенсий, выполняют важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, предлагаемое изменение представляется обоснованным и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать размер их страховой пенсии и фиксированные выплаты к страховой пенсии. Поэтому есть в данном случае положительное заключение, которое, на мой взгляд, однозначно поддерживает и соответствующее, на мой взгляд, не всегда обоснованное рассуждение по поводу наших двойных стандартов. Мы всегда поддерживаем именно те инициативы, которые юридически проработаны и обоснованы. А Николай Васильевич в очередной раз, на мой взгляд, нарушил регламент Государственной Думы, обратился к полномочному представителю правительства в рамках рассмотрения по первому чтению. Регламент это не допускает. Спасибо, Александр Юрьевич. Но на будущее, когда у вас есть не просто положительное заключение, а аргументированное положительное заключение, было бы правильно его оглашать в зале, зачитывать. Потому что правительство совершенно здесь правильное решение приняло. И принимаю замечание в свой адрес, то, что не остановил Николай Васильевич Коломейцева. Когда он нарушил регламент, обратился к вам. Николай Васильевич, видите вы, как подводите председательствующего? Как не подвели? Вы регламент нарушили, а за это мне замечание. Только что показали встречу Сергея Ивановича Неверова с президентом. Сергей Иванович президенту рассказал, что данную инициативу в рамках поручения президента мы планируем рассмотреть на заседании Государственной Думы. Президент поддержал, отметив, что это правильное, справедливое решение, уважаемые коллеги. Поэтому нам работать надо. Если поручения президента есть, тем более в такой части, что оно лежит. И здесь без разницы, где оно находится на исполнении. В правительстве, у нас. Нам надо объединять усилия вместе с правительством работать, с регионами работать. Есть место для самореализации, а тем более возможности огромные. Да и люди направили нас для этого. Условия все созданы. Выносится на голосование 14 вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 7 федерального закона об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации. Пожалуйста, включите режим голосования. Законопроект рассматривается в первом чтении. Просьба каждому голосовать за себя, не бегать по рядам. По уважительной причине отсутствуют только руководители фракции и члены Совета. Все остальные, кто в командировке, кто, соответственно, с указанием причины. Покажите, пожалуйста, результат. 405 депутатов за, против нет, воздержавшихся нет. Законопроект в первом чтении принят единогласно, коллеги, поздравляю. Поведению, пожалуйста, Куринны, Алексей Владимирович. Подготовиться к Кашину. Уважаемый Вячеслав Викторович, в соответствии с пунктом 6 ст. 118 регламента вот в таком случае обязательно заключение правительства рассматривается на заседании Государственной Думы. Вот то, что касается предыдущего законопроекта. Поэтому правильно мы спросили представителя правительства, он должен был выступить и свое заключение озвучить. Алексей Владимирович, это так, потому что только что норму регламента показал Николай Васильевич Коломейцев, что он руководствовался именно ее положениями. Александр Юрьевич, перестраивайте работу. Видите? Могут вам вопросы задавать, причем в соответствии с нормой регламента. Готовьтесь к заседанию, изучайте вопросы повестки. И от имени правительства отстаивайте, убеждайте или поддерживайте. А вы как хотите? Отсидеться и еще прикрыться нормой регламента, что вопрос вам никто не должен задавать. У правительства единственная возможность прямых коммуникаций с обществом, с избирательными. Это депутаты, общение с ними, диалог. А вы тот человек, которому правительство доверило эти коммуникации. Поэтому терпение вам, понятно, все непростые, разные. Но они такие же разные, непростые, как наши граждане. Об этом речь идет. А вы сразу Николай Васильевич обидели. Вот он замкнулся и молчит уже последние 10 минут. Представь себе, что с ним произойдет, если он целый день молчать будет. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Продолжение следует...